Сегодня я покажу как перенести сохранение SnowRunner с одной платформы на другую. В моем случае я буду переносить сохранение с Epic Games на Nintendo Switch. Так что я всех приветствую, вы на канале The Tracker, погнали! Ну и первая оговорка, которую хотелось бы сделать, это то, что сохранение с PlayStation и сохранение на PlayStation невозможно перенести никаким образом, потому что сайт, через который мы будем это делать, не поддерживает на данный момент PlayStation. Возможно, через какое-то время это исправят, так что зайдите, пожалуйста, в комменты и посмотрите, возможно, я там написал коммент, где сказано, что это уже исправили. Но на момент записи это недоступно. Собственно, что нужно сделать? Во-первых, открывайте SnowRunner на той платформе, с которой вы будете переносить сохранение. Открываете главное меню и тут будет кнопочка «Открыть прос». Если ее нету на консоли, то нужно скрыть объявление дня. Там после этого она где-то там появится, так что если ее нету, нужно скрыть вот эти объявления. Дальше на нее нажимаете, дальше нажимаете «Игрок не зарегистрирован в прос», потому что вот эта загрузка, она будет вечной. И дальше у вас появится тут окошко, где вы должны будете отсканировать QR-код, через который вас перекинет на сайт «Прос». Также на ПК можно зайти на этот сайт прямо с игры, тут будет такая ссылочка. Собственно, вот этот сайт, на который вас перекинуло после того, как вы просканировали QR-код. Во-первых, вам нужно будет создать свой аккаунт вот этого «Прос». У меня он создан, собственно, вы его создаете. И дальше вам нужно привязать платформу для сноураннера. В моем случае это Epic Games. Чтобы ее привязать, после того, как вы отсканируете этот QR-код, который был в игре, у вас на сайте появится окошко, да, то есть перекинет на сайт и будет окошко такое, через которое вы привяжете игру. Только через него можно, то есть не можно, просто зайти на сайт и нажать «Привязать». Видите, только через этот QR-код делается, только через окошко. Если вы его закрыли, то, опять же, открываете заново игру, открываете заново этот QR-код и привязываете. То же самое вы делаете на второй платформе. У меня это Nintendo Switch. На Nintendo Switch не можно прям с нее зайти на сайт, то есть нужно именно по QR-коду. Опять же, сканируете телефоном, переходите на сайт, привязываете платформу. Дальше вам нужно нажать «Перенести». То есть у вас будет вот такое окошко уже, не вот такое, а уже будет вот сохранение, когда вы сохранили на этот прос и так далее и тому подобное. Нажимаете «Перенести», платформу выбираете для переноса. Если у вас несколько, собственно, выбираете ту, на которую вы хотите перенести. Дальше нажимаете «Далее», ставите все галочки и нажимаете «Перенести». После этого оно будет загружать это сохранение в облако около двух часов. Да, это не быстро, потому что платформа кривая. Это факт. Небольшая оговорочка. Включенную игру не нужно держать ни на той платформе, с которой вы переносите сохранение, ни на той платформе, на которой вы переносите сохранение. То есть все оно делается автоматически, вам ничего не нужно делать. Время, которое осталось до завершения процесса переноса сохранений, будет показываться на сайте, вы можете чекать с телефона или с компа. После того, как она загрузилась в облако, да, это два часа пройдет, у вас на той платформе, на которую вы перенесли сохранение, появится надпись «Зайдите в игру SnowRunner, чтобы перенести сохранение». И, собственно, тут небольшой такой подвох. Я пробовал зайти в SnowRunner, когда она написала, да, и ничего не происходит вообще. И, если честно, я думал, что это настолько сервис кривой, что там надо, типа, несколько раз попробовать перезайти в этот SnowRunner, зайти, возможно, на платформе вот этой вот Epic Games, то есть с которой вы переносили сохранение. Это все не работает. Насколько я понял, нужно иметь на обеих платформах одинаковое DLC. То есть даже если вы скачали DLC вот это, anniversary, типа DLC anniversary, там с двумя грузовиками, то его нужно скачать и на ту платформу, на которую вы переносите. У меня это Nintendo Switch. То есть я зашел в eShop, скачал, и это работает. И да, на Nintendo Switch с картриджем все так же работает. У меня картридж DLC цифровое, собственно, и все это работает. Возможно, если у вас куплен yearpass какой-то, вы должны его купить и на другой платформе, чтобы сохранение распозналось. Возможно, вы как-то сможете без этого. Но у меня, я пробовал, наверное, около часа, вот это вот зайти в игру SnowRunner, чтобы оно перенесло, оно не переносило и перенесло. Только тогда, когда я скачал DLC бесплатно, вот это anniversary. Собственно, после этого вы заходите в SnowRunner на свитче и вот в этом окошечке нажимаете загрузить из облака. И оно должно загрузить, да. Опять же, если нету этого окошка, вот это показать кроссплатформенное сохранение, то скрываете объявление дня. И, собственно, после этого теоретически у вас сохранение перенеслось. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то обязательно напишите в комментарии. Я все комментарии читаю, возможно, чем-то помогу. Но у меня это работало только так. То есть нужно только сохранение именно с одинаковыми DLC. То есть если у вас куплены все DLC там на какой-то одной платформе, вы должны покупать все DLC на другой платформе, чтобы это сохранение перенеслось. С модами никаких проблем нету. То есть моды у меня даже некоторые подтянулись, которые доступны и на ПК, и на консолях. То есть с модами вообще никаких проблем. Там заходишь просто в аккаунт Moda.io и все. Никаких проблем с модами вроде бы как не должно быть. Возможно, если у вас какие-то специфические моды, возможно, оно будет конфликтовать. Ну, сохранения будут конфликтовать. Так что на всякий случай можете отключить их, но в целом именно с модами проблем вроде бы нету. Так что, если вам это видео было полезно, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Если есть, опять же, вопросы, пишите. Я попробую чем-то помочь, если смогу. В общем, вы были на канале The Tracker. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok